В сервисном центре Deutsche Mechanica сегодня на обзоре две посудомоечных машины. Первая посудомоечная машина настольного типа и вторая посудомоечная машина обычная встраиваемая посудомоечная машина. Посудомоечная машина настольного типа от торговой марки Klarstein. Она не займет много места на вашей кухне. Вы ее можете поставить на стол, можете встроить в какой-то шкафчик. То есть она компактна. Подключается она как обычная посудомоечная машина. Вот это шланг подачи воды, вот это шланг сливной. Если вы живете в частном секторе и у вас нет водопровода, в данной посудомоечной машине предусмотрен залив воды вручную. То есть вы можете помыть посуду без использования водопровода. Открыли эту крышку, налили сюда воду. Этой воды будет достаточно, чтобы посудомоечная машина помыла вам посуду. Воду надо будет потом на полоскание поменять. Посудомоечная машина предупредит про это. Внутри настольной посудомоечной машины, как клоштейн, так и любой другой, есть нижний импеллер. Он разбрызгивает воду и благодаря этому, что струи омывают посуду, которая здесь находится в корзине, посуда очищается. Нагревается вода, там есть внутри циркуляционный насос, нагревательный элемент. Все, как и в обычной посудомоечной машине, только в уменьшенном виде. Также здесь есть фильтр-уловитель, который необходимо периодически доставать и чистить. Косточки могут быть, какие-то остатки пищи. То есть, либо после каждой мойки, либо хотя бы раз в месяц это необходимо делать тоже на любой посудомоечной машине. Здесь находится также солевой контейнер. Сюда прям в воду засыпаем соль и вода будет смягчаться. Закрываем. Включаем. Нажимаем кнопку питания. Загорелся дисплей. И теперь мы можем выбрать необходимую нам программу. Дальше вот находится буква П программы. Программ всего лишь здесь. Раз, два, три. Три программы. Первая программа, вот здесь вот подсказочки нам есть. Первая программа это эко-мойка. Вторая программа это ускоренная мойка. Обычная ускоренная мойка. И третья программа это стекло. В зависимости от того, что мы моем, здесь мы выбираем себе необходимую нам программу. Ну, например, поставим обычную программу вторую. Функции, дополнительные функции. Усиленная мойка есть, усиленной мойки нет. Часики, часики вот рядышком. Вот, мойка есть усиленная. Появляется такой индикатор. И мойки нет. Исчезает индикатор. Рядом находятся часики. Эти часики, отсрочка времени пуска. То есть, вы можете отсрочить время запуска посудомоечной машины на час, на два. И так до 24 часов. Например, вот так, если мы запустим посудомоечную машину, 10 часов посудомоечная машина простоит без движений. И только через 10 часов начнется мойка. В данном случае нам надо, чтобы она начала работу сразу. Поэтому мы здесь выставляем нули. Здесь отображается ход выполнения программ вот этими индикаторами и дополнительные функции. Если функция дополнительная надо, индикатор горит. Если функция дополнительная не надо, индикатор не горит. После того, как мы включили, выбрали программу, загрузили посуду, мы запускаем посудомоечную машину. Нажали кнопку пуск и пошла работа. Данная посудомоечная машина от торговой марки Клаштейн имеет прозрачную дверцу. Это довольно забавно и интересно. Вы всегда видите, на каком этапе мойки находится ваша посудомоечная машина. Можно смотреть как в аквариум или как на огонь. Довольно интересно. Переходим к стандартной посудомоечной машине. Данная посудомоечная машина от торговой марки Ходпоинт Арестон. Вот мы ее включили. Здесь находится кнопка питания. Также есть кнопка выбора программ. Здесь уже программ у нас 9. 9 программ. В данном случае мы выберем пятую программу. Это программа быстрой мойки. За 30 минут посудомоечная машина полностью проведет мойку. Также в данной посудомоечной машине имеются дополнительные функции. Вот отсрочка времени пуска, так же как и в настольной. Здесь вот мы нажимаем и нам высвечиваются цифры. Это в часах. В данном случае нам тоже отсрочка времени пуска не нужна. Поэтому мы убираем ее. Если в настольной посудомоечной машине у нас отсрочка времени пуска выставляется до 24 часов, то в стандартной посудомоечной машине Ходпоинт Арестон всего лишь на 12. Вот запищала наша верхняя посудомоечная машина. Это значит, что сейчас начнется процесс подачи воды. Она пока думает. Мы продолжим обзор стандартной посудомоечной машины. После того, как вы включили, выбрали необходимую программу. Программа здесь 9. Первая эко-мойка. Вторая мойка при 65 градусах в обычной посуде. Третья при 55 градусах. Четвертая подходит для стекла, хрусталя. Пятая быстрая мойка. Шестая ночная мойка. Она менее шумная. Седьмая медицинская мойка. Восьмая ополаскивание. Девятая суперчистая мойка. Эта надпись гласит, что внутри находится инверторный циркуляционный насос. Он более тихий и более точный. И 3D-зона это значит, что в нашей посудомоечной машине есть дополнительный разбрызгиватель. Вон он, оранжевого цвета. Обычно в обычных посудомоечных машинах его нет. В этой есть. В этой есть. После того, как мы выбрали программу, мы нажимаем кнопку пуск и закрываем дверцу. Запуск произошел. А запуск и свидетельствует вот такой вот оранжевый огонек на полу. В это время верхняя посудомоечная машина настольного типа Клорштейн начала мойку. Обратите внимание, как завораживающе здесь все происходит. Если там будет еще таблетка или порошок для мойки посуды, какие-то остатки пищи с посуды. И вообще будет красивый фонтан. Запустили мы посудомоечную машину. Как по Интеристон стандартную. И тут мы уже имеем непрозрачную панель. Здесь мы имеем непрозрачную панель. Кроме того, здесь будет еще, когда посудомоечная машина встроится в мебель, здесь будет еще фасад. Поэтому здесь стекло фактически и не надо. Данная посудомоечная машина тоже начала процесс мойки. В отличие от верхней посудомоечной машины, стандартная посудомоечная машина гораздо вместительнее. Вместительнее. Здесь мы закладываем таблетку. Сюда мы льем ополаскиватель. Это у нас нижняя корзина для основной мойки. Здесь у нас более чистая посуда. И вот здесь вот у нас есть отдельный ящик для вилок-ложек. То есть здесь раз, два, три ящика. Настольная посудомоечная машина хороша как дачный вариант. Особенно если нет водопровода. Но в принципе для повседневной мойки, наверное, все-таки необходима стандартная посудомоечная машина. Данная посудомоечная машина, хэкпоинт Арестон узкая. Есть еще более широкий. То есть здесь 45 сантиметров по глубине. Есть еще 60 сантиметров по глубине. Вот, пожалуй, и все отличия. Так, принцип работы одинаков. И в этой посудомоечной машине, и в этой есть циркуляционный насос, есть помпа-слива, подается вода, вода разбрызгивается. Происходит нагрев воды, вода сливается, набирается. И в конце остаточным теплом происходит сушка посуды. После чего, что эта посудомоечная машина запищит о том, что она закончила, что стандартная посудомоечная машина запищит, что она закончила, и вы достанете чистую посуду. Идейство, что в настольную посудомоечную машину влезет меньше посуды, а в стандартную чуть больше влезет посуды. Сервисный центр «Дочь механика» проводит ремонт и обслуживание как настольных посудомоечных машин, так и встроенных посудомоечных машин. Есть еще посудомоечные машины, которые не встроены, отдельно стоящие. Сервисный центр «Дочь механика» их тоже ремонтирует. На все работы и запчасти официальный сервисный центр «Дочь механика» предоставляет гарантию. Если у вас есть какие-то проблемы с бытовой техникой, не только с посудомоечными машинами, стиральными, холодильниками, варочными, плитами, духовками, микроволновками, водонагревателями и так далее, всей крупной бытовой техники, официальный сервисный центр «Дочь механика» готов вам оказать услуги по ремонту, диагностике, утилизации, подключению, обслуживанию, чистке бытовой техники. Продолжение следует...